Итак, сегодня 21 января 2013 год. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали. Пасмурная погодка такая, дождичек. Хотя на самом деле сегодня достаточно тепло. Где-то, наверное, градуса 24-25 тепло. Welcome to Florida. Я сейчас расскажу немножко о грин карте. И вообще, как сюда приехать, и вообще, как адаптироваться первое время. Но я не буду себя уже показывать. Я уже покажу дорожку. Пусть она не очень сегодня и хмуро-вастенькая такая она. Ладно. Итак, поехали. У многих людей сложилось ошибочное мнение. Но опять-таки, это все интернет, это все YouTube, где многие, ну как бы сказать, многие люди или некоторые люди, которые хотят, может быть, вам помочь и дают вам немножко неверную информацию. Я не адвокат здесь. Я не знаю американские законы, я только начинаю потихонечку в них вникать. Но я могу сказать точно, что ни один адвокат здесь, в Америке, не сможет вам сделать грин карту без законных на то оснований. Это 100%. Поэтому, когда кто-то говорит, вот, не бойтесь, приезжайте в Америку, заплатите там 3, 5, 7, 10 тысяч долларов, и вам сделают грин карту, не верьте этому. Это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно. Грин карту можно получить только лишь на основании закона. Грин карту получают женщины, которые выходят замуж за американцев. Или мужчины, которые выходят, которые женятся на американках. Грин карту получают родственники американцев. Вот, например, я получила гражданство, и я зафалила документы на воссоединение с семьей дочерью, к примеру. Грин карту можно получить по какой-то, по-моему, по одной из рабочих виз. Точно знаю, но опять-таки не всем. Не каждая рабочая виза может вам дать право на грин карту. Грин карту можно получить на основании статуса беженца. Если вы получите здесь, в Америке, статус политического беженца. И еще хочу заметить, что я слышала несколько раз тоже в интернете, кто-то говорил, что статус беженца можно получить, можно зафалить на территории, допустим, России, Украины. Я сейчас говорю только об этих странах, я говорю только о странах СНГ. Ну и опять же, статус беженца можно получить только лишь в Америке. То есть для того, чтобы подать, зафалить ваши документы, вам необходимо находиться уже здесь, в Америке. И если у вас есть реальные, как бы сказать, реальные доказательства того, что вас там кто-то преследовал, либо что-то угрожало вашей жизни, либо вы не согласны с правительством, мало ли сколько там всяких разных вариантов бывают. Я очень советую, если у вас действительно есть все основания, не тянуть, не откладывать это в долгий ящик и, приехав сюда, сразу же заполнить документы на получение политического убежища. Это очень важно, потому что при рассмотрении вашего файла прежде всего будут смотреть, насколько серьезной были у вас ситуации убежать из вашей страны. И если, допустим, вы здесь прожили полгода или год, а потом решили подать, чтобы получить статус беженца, то есть на вас уже будут смотреть так, как бы вы сюда приехали, вы долго думали, потом вы пошли к адвокату, посоветовались и решили избрать путь статуса беженца. Адвокаты очень часто, если, допустим, у вас нет доказательств о том, что что-то там вас не устраивало в стране, вам могут слепить какую-то историю те же адвокаты. Но эта история будет выдумана. Это уже является нарушением закона. И когда у вас будет интервью, вас обязательно по всем пунктам спросят и попросят доказательств. Поэтому я не говорю, что не верьте адвокатам. Может быть, у кого-то дело и проходило. Может быть, кто-то и получал статус беженства, вот так вот на основании выдуманной какой-то истории. Но, как правило, адвокат, вот он сел на одной истории, он на ней будет сидеть или там, ну, может, 2-3 у него истории. Эти истории повторяются, повторяются, и уже напили оскомину у всех судей, рассматривающих такие кейсы. Поэтому будьте просто очень осторожны, не тратьте зря свои деньги. Я сейчас расскажу несколько моментов, когда вы можете сами пойти, не прибегая к помощи адвоката, вы сами можете открыть сайт, заполнить анкету на статус беженца и ждать результат. Я, как я уже рассказывала, у меня одна знакомая семья сюда переехала. Действительно, у них были очень серьёзные основания. Они сами открыли этот сайт, они сами заполнили эту анкету. Они написали на русском языке большое повествование о том, что там с ними происходило, о том, через что они прошли. Они перевели этот текст на английский язык у лицензированного переводчика. И этот же переводчик участвовал с ними в интервью, переводил их речь, когда им задавали какие-то вопросы. Всё произошло очень-очень быстро, потому что действительно ситуация была, как сказать, не высосана из пальца. Это действительно было. И им, после первого же интервью, им дали статус беженцев. Всё очень просто. Им тут же предложили, когда вам дают статус беженца, вам тут же предлагают какую-то определённую сумму ежемесячного какого-то пособия. Вам дают разрешение на работу. Вам дают, по-моему, какие-то талоны на питание, что-то в этом роде. Но, опять же, я ещё раз повторяю, будьте осторожны. Желательно всё-таки не прибегать к высосанным из пальца историям, к вымышленным историям, которые на самом деле с вами не происходили, потому что это является нарушением закона, и это, можно сказать, уголовное преступление. Лучше всё делать правильным путём. Что я советую, например? Вы, например, уже находитесь здесь, на территории Америки, и вы не хотите отсюда уезжать по какой-то причине. Вы хотите здесь остаться. Ещё раз повторяю, откройте этот сайт, зайдите на этот сайт и заполните документы, анкету на получение статуса беженца. Ну а там уже вы, как бы сказать, расскажите свою какую-то историю, что действительно с вами происходило. Либо, опять же, я не призываю там обманывать, может быть, немножко приукрасить ситуацию, что ли. Также написать на русском языке, перевести через переводчик, а всё это заверить и идти на собеседование. Я сейчас скажу, почему я это советую. Потому что, допустим, ваш кейс рассматривают и вам отказывают в статусе беженца. У вас есть основания после отказа обратиться с апелляцией на обжалование этого решения. Я хочу сказать, что вот эти вот дела иммиграционные, они здесь рассматриваются очень-очень долго. Время просто тянется. Не знаю, почему затягивают так эти сроки рассмотрения, но у меня есть один знакомый здесь, друг моего сына. Он таким образом прошел здесь, на территории Америки, 11 лет. Можно сказать, у него был законный статус. То есть, я объясняю, что такое законный статус. Например, вы приехали сюда, у вас виза, любая виза открывается не более чем на 6 месяцев. К примеру, вы подали на политическое убежище. К примеру, вам отказали. И вот у вас остается время на апелляцию. Вы подаете на апелляцию, проходит год, два, три, пока апелляция будет рассмотрена. Апелляцию рассмотрят, у вас есть право еще раз подать апелляцию на апелляцию и так далее и тому подобное. Короче говоря, вот эта ситуация тянулась с этим знакомым 11 лет. 11 лет он был в состоянии как бы разборок с американским государством. И 11 лет получается, что он находился на территории Америки легально. На территории США он находился легально. Только лишь потому, что у него дело рассматривалось судом и дела откладывались. То есть, еще раз повторюсь, если вдруг кто-то не понял, либо я рассказала непонятно. Давай, мальчик, давай, проезжай. Давай, давай, давай. Так вот, когда истекают 6 месяцев визы вашего законного нахождения на территории Америки, и вы в этот момент подаете, заполняете форму, подаете на получение статуса беженца, у вас как бы начинает, как бы законы Америки начинают работать на вас. То есть, пока ваше дело рассматривается судом, пока оно не закончилось, пока судья не принял окончательного решения о выдворении вас из страны, о депортации, вы находитесь на территории США официально. И даже, по-моему, насколько мне известно, даже мне кажется, вы можете получить водительские права, ну то есть ID. Вот по поводу social security я сказать не могу, но опять-таки, тут половина иммигрантов нелегальных, если не больше, если не все нелегальные иммигранты, кто не получили статуса, они живут тут по много лет, по 10, по 15, по 20 лет без social security. Я не призываю никого нарушать законы, я ни в коем случае не призываю никого прямо сейчас все бросать и ехать сюда, потому что как бы это так легко, ну, вроде как легко. На самом деле, подумайте тысячу раз, хотите ли вы жить здесь нелегальным иммигрантом, ну, опять-таки, за время, за время, которое дает вот эти отсрочки по рассмотрению дел в суде, у вас может сложиться семья. Мужчина может встретить женщину-американку. Ну, я имею в виду, что может встретить русскую женщину, у которой может быть есть американское гражданство, либо просто жениться на любой другой гражданке Америки, любой другой, как сказать, не обязательно русскоговорящей. У женщины то же самое, особенно, что касается женщин. Девочки, если у вас действительно есть намерение, сильное намерение найти себе американского мужа, начать новую жизнь и переехать навсегда в Америку, вот тут, наверное, для вас шанс очень большой, потому что удивительно, просто удивительно, насколько много здесь, в Америке, нормальных мужчин, которые ищут вас и ждут. Тут десятки этих действительно нормальных сайтов. Но эти сайты, к сожалению, не всегда работают в наших странах, в странах СНГ. То есть доступ туда ограничен, потому что, когда вы регистрируетесь, у вас потребуют, у вас спросят телефон, американский телефон, и туда придет подтверждение. Поэтому кто-то там пытается, я давала когда-то ссылки на американские сайты знакомств, но я уверена, что вы не сможете зарегистрироваться в странах СНГ, только лишь потому, что все-таки они каким-то образом, те владельцы сайтов, они все-таки ограничивают доступ иностранцев. То есть, чтобы получить туда доступ, вы все-таки должны находиться на территории Америки и имея американский номер телефона. Дальше. Опять-таки по поводу женщин. Вот что далеко ходить. У меня есть видео про Марину из Сенфорда. Она нашла себе своего жениха. У них свадьба будет в апреле месяце. Очень-очень-очень хороший мужчина. Очень-очень, как бы сказать, благополучный, очень бывший полицейский, спокойный, чистоплотный, там, входит там с этой тряпочкой по всему дому. Ну, неважно, нормальный, абсолютно нормальный мужик, высокий, красивый. Ему 61 год, он на пенсии, получает приличную пенсию и еще немножко подрабатывает. То есть, со всех сторон супер положительный человек, дай Бог ему здоровья. Ну, искала, конечно, она его, ну, собственно, она его не искала, ее дочка отдала ее на этот сайт, и потихонечку просматривали. Много, конечно, мусора перебрали, много здесь, конечно, вот этих реднеков, много мотоциклистов с длинными волосами, вы там увидите, в татушках. Но если вы относитесь нормально к тату, ради Бога, они тоже люди, нормальные люди, может быть. Так что мужчин, конечно, здесь море. И опять-таки, если вы, если у вас есть, если вы думаете, что вы приедете в Америку и выйдете замуж на миллионера, вы глубоко ошибаетесь. Миллионеров тут по пальцам, как бы, раз-два и обчелся, и миллионер навряд ли пойдет на этот сайт. Поэтому, если вы с нормальными такими, со скромными запросами, нормальная женщина, кто просто хочет семейного счастья, любви и благополучия, то вам я советую приехать сюда, взять просто туристическую визу. Это очень просто. Я потом сделаю, несколько дней я пытаюсь сесть за компьютер и сделать видео, как заполнить анкету на туристическую визу. Оно вроде как и просто, но там есть некоторые слова, которые трудно перевести. Я это сделаю. Но неважно, вы сами можете спокойно сесть, открыть компьютер, зайти на сайт посольства США в Украине, сайт посольства США. В Москве. На любой сайт вы заходите, даже если вы живете в Украине, вы можете зайти на сайт российский. Неважно. Потому что там есть анкета. Анкеты все абсолютно одинаковые. Только единственное, что вы будете писать, что вы придете на интервью, допустим, в Киеве, если вы живете в Украине, либо в Москве, если вы живете в России. Все очень просто. Обратитесь за туристической анкетой. Просто скажите, я хочу посмотреть Америку. Если вас будут спрашивать на интервью, ну, ваш, как бы сказать, смысл, как сказать, ваша цель посещения Америки. Просто скажите, я наслышана, я хочу, я просто хочу посмотреть. Либо я хочу посмотреть Майами, я хочу побывать в Нью-Йорке, я хочу посмотреть Ниагарский водопад, что угодно. Но заранее, конечно, очень рекомендую посмотреть, немножко узнать Америку, сколько штатов Америки. Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть понимать историю, чтобы не сидеть вот таким вот, как бы, просто чучелом на интервью. Потому что вам могут задать элементарный вопрос про Америку и скажут, что же вы так хотите попасть в Америку, а об Америке вы совершенно ничего не знаете. Поэтому желательно, конечно, посмотреть какие-то видео про Америку, что-то почитать, что-то изучить, посмотреть количество населения, экономику там, что-нибудь по чуть-чуть, по чуть-чуть. Итак, вы заходите на сайт посольства США, например, в Киеве, заполняете анкету на туристическую визу. Туристическая виза – это B2 виза. Опять-таки, при самом начале заполнения, вы когда откроете анкеты виз, будет самая верхняя тип визы – D160. Жмите туда, проверяйте фотографию, подходит ли она. И заполняете анкету. Потом вам придется заплатить 160 долларов в определенный банк. Там все будет написано под этой визой на украинском, либо на русском языке. Вы должны будете заплатить 160 долларов в определенный банк, потом созвониться с посольством, и вам назначат интервью. Это все делается очень-очень быстро. Если вы сегодня заплатите, вам буквально через пару дней уже назначат интервью. Езжайте в посольство, но не надо наряжаться. Мой совет – не наряжаться, не краситься, а прийти спокойно, прийти в скромной одежде, без колец, без нарядов, без ничего. И еще, когда не пугайтесь, когда вам говорят, что с вас потребуют кучу справок. Как правило, на эти справки даже никто не смотрит, потому что все послы, кто будут с вами вести интервью, они все как бы психологи, что ли. Они будут видеть, они будут задать вам вопросы и поймут вашу реальную цель. Поэтому подготовьтесь, подготовьтесь, чтобы у вас не дрожали руки, чтобы у вас не дрожали губы, чтобы все, что вы говорите, чтобы звучало правдиво. Дальше. Если вы работаете, вам обязательно надо будет взять справку с работы о том, сколько вы зарабатываете. С вас потребует, желательно, может быть, с вас не потребует, но желательно принести справку из банка, что у вас есть на счете какие-то деньги, потому что вот этот вопрос наиболее часто задается и справку частенько требуют. Если у вас есть какая-то недвижимость, взять копию документа, подтверждающего вашу собственность на квартиру, на дом, на машину, в общем, это все несложно. В анкете вас спросят, или вы замужем, или вы не замужем. И самое главное, перед тем, как заполнять анкету, обязательно откройте свой иностранный паспорт и обязательно, внимательно посмотрите, как прописывается ваше имя и ваша фамилия. Потому что одна буковка, иногда неправильно написана, может привести к тому, что вы потеряете свои 160 долларов, и вам просто не дадут визу, потому что вы сделали ошибку. Это очень важно. Дальше. Вы приехали в Америку. Вам дали визу, вы приехали в Америку. Вы, допустим, пытаетесь найти легальный статус. Как я уже говорила, женщинам очень просто. Вам виза дается на 6 месяцев, вы можете находиться здесь, на территории США, 6 месяцев законно. И в течение 6 месяцев любая женщина, любого возраста, может найти себе нормального мужчину, с которым можно попытаться построить совместную жизнь, выйти замуж и на основании замужества получить грин-карту, буквально через 6 месяцев. Все это несложно. Мужчины американские, как правило, открыты, как правило, добрые. Пинут я, честно, здесь не видела, хотя наверняка они тоже здесь есть. Так что не надо бояться американских мужчин. Я могу сказать, что очень большая разница между поведением американца и поведением русского, даже самого лучшего русского. Американцы немножко другие люди, они по-другому воспитаны. Так, я вот сюда сейчас верну. Они по-другому воспитаны, они более улыбчивые, они более спокойные, они беспроблемные, можно сказать. Хотя, всякое бывает, в семье не без рода. Я надеюсь, вам вылезет. Дальше. Я сейчас еду в библиотеку, мне нужно сдать книгу. Сейчас я уже остановлюсь и кое-что покажу. Далее. Вы когда сюда приезжаете, обязательно перед тем, как ехать, первое, что вы... Если вы едете сюда на постоянное... Ну, с мыслью остаться здесь постоянно, обязательно все, девочки и мальчики, обязательно сделайте себе права. Русские, украинские, чтобы у вас было водительское удостоверение. Потому что вы можете здесь ездить по водительскому удостоверению, нашему, украинскому, русскому, там, я не знаю, молдавскому, довольно долго. И вот мало ли, по какой-то причине вы не сможете получить легальный статус. Вы можете пользоваться вашими правами и, может быть, даже и больше, чем шесть месяцев. Вы, может быть, можете ездить на ваших этих правах русских... Опять я не туда приехала, ладно. И десять лет, и двадцать лет. Я почему это говорю... Сейчас я расскажу. Я почему это говорю, потому что... Потому что... Я здесь за рулем уже почти более семи лет я здесь за рулем. Я получила право сразу, семь лет назад. И вот с тех пор меня ни разу не остановил полицейский. То есть я никому никогда не показала свои права. Почему? Потому что здесь нет этих... Здесь нет такой системы, как у нас в стране, что вас могут в любой момент остановить просто так, без всякой причины. И покажите ваши права. Поэтому, опять же, я повторюсь, многие русские ездят здесь по русским правам, по украинским правам. Русскоговорящие, я имею в виду. И... Сейчас, я сегодня просто немножко... Немножко я сама себе... Не очень нравлюсь сегодня, поэтому я себя отворачиваю. Да, что еще? Опять же, когда у вас... Когда у вас есть русские права? Вы столкнетесь с необходимостью знать правила дорожного движения здесь, в Америке. Я перевела вот такую книжечку. Тут у меня много пометок, потому что многие по этой книжке многие уже обучались. Я перевела эту книжечку. Вы можете ее купить на Амазоне. Здесь правила дорожного движения Флориды на русском языке. И такая же книжка «Правила дорожного движения США» на русском языке. Опять-таки, если, допустим, вам нужно будет сдать, все-таки придет время, и вы захотите сдать на получение... Тест на получение американских прав, как я уже когда-то говорила, вы возьмете бесплатно книгу в офисе Driver's License. Но даже человеку с английским языком будет достаточно сложно понять вот эти термины и что они обозначают. Я когда с этой проблемой столкнулась, я поняла, что я должна сделать вот этот перевод. И я сделала сама этот перевод, за что мне люди очень благодарны. Я получаю десятки писем о том, что я эту книжечку опубликовала, и что ее можно купить и ее пользоваться. Многие люди получили уже права. Что еще? Что еще хочу сказать? Допустим, если бы я была... Меня часто спрашивают вопрос, а если бы вы не вышли замуж за своего мужа, вот вы сами поехали бы в Америку, рискнули бы? Ну, начнем с того, что я вообще никак сюда не собиралась. Но, допустим, что-то бы там... Ну, вот, к примеру, я решила поехать в Америку. Вот я вдруг ни с того, ни с сего. Допустим, я, к примеру, я не замужем, я живу там, и вдруг мне захотелось, вот как многим сейчас после просмотра видеороликов многие хотят конкретно переехать сюда, потому что в видеороликах показано, ну, в частности, моих видеороликов, многие другие ролики русские, кто живут здесь в Америке, показана жизнь Америки, такая простая, как бы неприкрытая правда о том, что действительно здесь как бы проще жить и легче жить, о том, что страна замечательна, о том, что вы всегда получите помощь, о том, что за каждым человеком, каждый человек здесь, как бы, это определенная ценность, что вас не бросят это где-то на дороге, что любое преступление будет расследовано, ну, в общем, жизнь цивилизованная страна и нормальные цивилизованные люди. Естественно, сейчас многие люди после просмотра видео сказали, да, мы действительно хотим переехать. Поэтому, допустим, если бы я, вот так вот, насмотревшись в видео, я бы решила переехать одна, вот так все бросить, я бы, честное слово, я бы все продала, я продала бы дом, там, если бы у меня был, или там квартиру, я бы все, ну, опять-таки, после получения визы, если бы я получила визу туристическую, я бы все продала, переехала сюда, чтобы назад больше не возвращаться. Но я понимаю, там, у кого-то дети, у кого-то мама, у кого-то сестры, у кого-то что-то. Смотрите, вы можете приехать, получить визу, приехать сюда один раз, посмотреть потом вернуться домой и там уже решать вам продавать ли вашу недвижимость либо не продавать не знаю что сам билет сюда стоит билет плюс все затраты по переезду но я я думаю не меньше 2000 все это вам выйдет добраться до гостиницы пожить гостиницы но все равно это нос но наверное минимум 2000 долларов не у каждого такие деньги есть в общем думайте сами решайте сами иметь или не иметь как я уже сказала я я в америку вообще не стремилась я об америке вообще не думала я вообще не думала о том чтобы поменять место жительства но так судьба распорядилась меня нашел мой дуглас мы быстро с ним как поженились я сюда переехала я абсолютно счастливей и я для меня сейчас жизнь опять разделилась на две части жизнь до америки и после америки я считаю что просто мне очень сильно повезло действительно очень сильно повезло и я не перестаю благодарить бога каждый день за то что вот он вот с его помощью и все это помощью я оказалась здесь поэтому ребят не бойтесь если вы выжили там если вы можете выжить там в той стране где вы сейчас живете здесь вы выживете сто процентов конечно вы столкнулись с определенными трудностями конечно будут какие-то проблемки какие-то понятное дело сначала момент переживания пропускания корней будет достаточно сложный для каждого даже если вы встретите самого положительного в мире мужчину даже если вы в него влюбились все равно вот эти вот как бы как бы языковые немножко проблемки 100 будут возникать но это не самое страшное и еще сам нас самом конце я хочу сказать предупредить всех кто слабый как то сразу поднимает лапкой к вверху начинает плакать даже не пытайтесь сюда переезжать потому что если вы несчастные либо несчастной там вы будете несчастны себя потому что это у вас в крови потому что у человека несчастного Он сам себя делает несчастным. Ни окружение, ни какие-то ситуации делает его несчастным. Человека делает несчастным он сам. Поэтому если вы там несчастный, если вы там беспомощный, если вы там больные и всякое разное, оставайтесь там, потому что здесь вы потом будете кидаться в меня камнями, потому что вы скажете, что я вас обманула. И еще, девочки, мальчики, если вы собираетесь сюда переезжать на постоянную...